А что тебе ближе? Сделать эмоциональную вещь или игрушку? Игрушку. Игрушку? Конечно. А ты вот один свой объект рассчитывал? Я предлагал другим рассчитать. Математикам, механикам и прочим. Что превращалось в отдельную задачу. И, кстати, не всегда решаемую. Поэтому, скажем, на Курчатовской площади я шар делал. Просто смоделировал в один десятый и 60 сантиметров. Построили шестиметровый. Композиция «Атом» на Курчатовской площади в Москве поразила тогда всех. Это был 1967 год. Огромный, висящий в воздухе ажурный шестиметровый шар вращался, переливался, мерцал под музыкальную композицию льва Термена, исполняемую на первом в мире электромузыкальном инструменте. Действо завораживало и не оставляло никаких сомнений в том, что русский конструктивизм во всех его направлениях был, есть и будет. Может показаться, что все идет там от головной боли, как говорят, от мышления какого-то там, от некого разумения такого, знания там. На самом деле, скажем, вот композиция сферы, оптическая такая у меня, кинетическая, она вообще вышла из тарелки куриного бульона. Точно, ел бульон, вдруг мне приходят мысли, думаю, зверинки там что-то оптически трансформируют на донышки, там тарелки, какие-то рисунки там, да, я думаю, вот готовый кинетический объект, думаю я себе. Эта проблема волнует и бигологов, и конструкторов, и астронавтов. Ведь человек сам должен отправиться в космический полет, чтобы невредимым вернуться на Землю. Калейчук очень мирный человек. Он никогда ни с кем не воюет, даже за место под Солнцем. И все же у него есть один смертельный враг. Это стереотип. Вот тут мэтр беспощаден. Увидев однажды знаменитый несуществующий треугольник братьев Пенроуз, которые утверждали, что это всего лишь иллюзия зрительского восприятия, Калейчук решил доказать обратное и своими руками выточил иллюзию из красного дерева. Посмотрите на эти проекции. Невероятно, но это один и тот же объект. Этот удивительный треугольник имеет четыре прямых угла и способность переходить из обычной, рациональной формы треугольника в совершенно иррациональный, живой объект. Окончательно сокрушив американских психологов, Калейчук написал «Невозможный объект номер один». Следующий объект ни много ни мало опосягнул на сам закон всемирного тяготения. Калейчук поставил вертикально обычную нить, да еще какие-то штучки на нее повесил. Этот фокус он продемонстрировал 20 лет назад. И если вы до сих пор не знаете, то знайте, здесь все очень просто. Просто нить, как общую тетиву, натягивают висящие на ней маленькие луки. Вот парадокс, а ведь практически архитектором-то не стал, ничего не строишь. Вообще, если говорить о моем точстве, то я не ухожу из пространства, пусть иллюзорного или реального, конструктивного или какого-то сценического, театрального смысла. Спектакль по кавке «Превращение» стал дебютом Калейчука в театре и сразу удачным – театральная премия за сценографию. Всяких хитростей и придумок много. Это и полупрозрачная стена, за которой живет словно другой, безмолвный театр, и постепенно опускающийся пол сцены, и даже необычные музыкальные инструменты. Впрочем, музыкальные, точнее, акустические инструменты Калейчука – это не изобретение для театра. Это просто изобретение. Как говорит сам автор, мой личный вклад в самонапряженные конструкции. И действительно, чтобы эти конструкции из трубок, проволок, зазвучали, нужно было кое-что придумать, добавить, в общем, поломать голову. Звездом. Продолжение следует... Продолжение следует... Однажды утром, в августе 91-го, Каличук взял фотоаппарат и прошел по Москве. Один день он снимал гражданскую войну. Вечером он вернулся в свою прежнюю жизнь. Соцартом так и не соблазнившись. Мастерская – это мой мир, действительно. Тут у меня редко кто бывает, у меня нет телефона здесь и так далее. Но есть еще другая жизнь, она параллельно всегда шла, я говорил, это общественная жизнь. Я от нее никогда не отказался, так уж сказать, что я такой отшельник. Хотя все было, и выгоняли из института, пытались, и там, и работы, и с выставок закрывали, и прочее, и прочее. Но это жизнь, я не один из этой жизни. Ты прожил больше, чем полвека. Да. Вот что ты нажил за это время? Ничего. Ничего не может. Ничего такого. Кстати, мастерская – это союза художников, так что это не мое. Каких-то ос... Ничего.